Успей поставить лайк за 3 секунды и тогда этот мощный компьютер будет твоим, считаю. Раз, два, три. Приветствую всех, ребятки, меня зовут Алексис и мы продолжаем с вами играть в крутые мобильные игрушки, а начнём мы с новой игры, которая называется Stucky Dash. И давайте выполним нашу первую самую простую миссию, swipe to move, то есть очень просто, нам нужно с вами свайпать и мы тогда, ребятки, проходим эту миссию. Смотрите, как прикольно вообще. И смотрите, у нас получается блоки с каждым разом всё увеличивается и увеличивается, и мы сейчас с вами дойдём, чего? До самого финиша. Ну да, по-другому просто быть не могло. Мы не могли с вами собрать, например, меньше блоков, либо больше блоков. Мы собираем всегда максимальное количество блоков. Вот единственное, что потом со временем нам, наверное, будет нужно выбирать маршруты, вот как сейчас. Видите, ребятки, если бы мы пошли по другому маршруту, то, возможно, мы бы заработали больше блоков. Так, вот тут мы блоков чуть побольше возьмём. И сейчас не факт, что мы дойдём прямо до сундука. Да, всё понятно теперь. Мы заработали с вами ещё 15 монеток. Давайте посмотрим, что мы можем сейчас купить. Может быть, какую-то скорость? Ну, скорее всего, ребятки, что вот в этой вот игре прокачать можно здесь только... Ну, как бы купить можно только, получается, скины какие-то там, либо что-то подобное. Чего? Блин, не хватило блоков. Что? Капец, ребят, представляете, не хватило блоков. Так, нам нужно подобрать эти блоки. А, значит, смотрите. То есть, я думал, что если мы повторно проходим по этой же самой части, то мы тогда, ребятки, с вами теряем блоки. Видите, можно вот так вот сделать. Угу, прикольно. Прикольно-прикольно. Значит, мы можем собирать с вами все блоки, которые здесь есть. Угу. Это, если честно, прикольненько. Так, несколько блоков я не успел собрать. Значит, все-таки до финиша мы с вами чуть-чуть не доехали. Но сейчас мы знаем, что собирать можно все блоки. Абсолютно. Все, что есть у нас на пути, это мы все можем собирать. И давайте тогда пройдем еще эту миссию. Угу. Так, тут, получается, в каждой миссии есть несколько подмиссий. Так, и теперь снова так же самое. Вот тут мы собрали уже с вами все блоки. Так, давайте мы теперь и здесь соберем. Так, сюда вот. Теперь наверх. Ой, не-не-не-не-не-не-не. Стой, стой, стой. Блин, я еще не хотел туда до финиша ехать. Ну, короче, он что-то так быстренько туда поехал. И мы, к сожалению, не доехали с вами до финиша. Мы, получается, до самого финиша доехали только один раз. Давайте еще одну каточку сыграем. И сейчас постараемся прям доехать до финиша, ребятки. Так, сюда вот. Отлично. И теперь сюда вот. Так, эти мы блоки все собрали. Так, теперь здесь, ребятки. Так, сюда давай. Так, погоди, погоди. Да, надо подумать. Надо подумать. Теперь сюда. Да, и все. Вот сейчас, по идее, мы с вами должны доехать прям до самого финиша. Да, ребята, мы это сделали. Отлично. Следующая новая игра. Это у нас Wheel Run. Ребятки, ну как? Это как бы не совсем новая игра. Это игрушечка, которая обновилась. То есть, смотрите, здесь есть обновочка. Ну, как бы вот раньше было немножко по-другому. Когда мы с вами увеличиваем наше колесо, мы тогда, ребятки, быстренько газуем. Когда мы маленькие, мы проходим через такие, как бы, отверстия. Когда были мы просто... Если бы мы были просто большие, мы бы просто не смогли в них проходить. А так, мы это делаем, как бы, с легкостью. Окейшки, вот только следующий противник вот доехал до финиша. И мы сейчас можем что-то прокачать. У нас здесь имеется скорость. И вот еще размер колеса, скорее всего. Эрбнин, вот этот вот мы не будем прокачать, потому что это заработок вне игры. То есть, так, мы прокачали с вами колесо. И все, это максимум, ребятки, что мы могли прокачать. И смотрите, как мы жестко стартанули. Прямо очень жестко. Так, ну тут, скорее всего, что нас сейчас могут даже догнать, ребятки. Так, давай, ускоряемся немножечко. Снова ускоряемся. Опа, стали маленькие и маленькие. И мы врезаемся, ребят. Но мы все равно с вами, смотрите, какие молодцы. Сейчас вот еще у нас турбо-ускорение. Мы разбиваем такие вот блоки. Воу! И это, наверное, заработанные деньги. Да, 115 монет мы с вами заработали. Это значит, что мы сейчас прокачаем первую способность. Это у нас, получается, high speed. Так, и, в принципе, все, ребятки. Это все, что мы можем прокачать. Так, смотрите, ну стартуем мы, конечно, очень хорошо. То есть, прям сразу на первом месте. Так, тут сейчас будет у нас турбо-ускорение. Ускорение. Пошло, 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 пошло. А так, а мы можем использовать этот турбо-спид какой-то? А, нет. Это, наверное, должна шкала прям быть полной. А вот потом уже я смогу ее использовать. Вот сейчас, наверное, да? А ну, 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 давай, 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 есть, ребятки. Смотрите, мы снова с вами на первом месте. И мы снова заработали 100, больше, чем 100 монеток. Сейчас мы, значит, будем прокачивать с вами. Это какой-то новый скинчик, да, будет прикольненький. Кстати, тут можно покупать скины? Не, ребята, наверное, что скины нам просто открываются. Ох, давайте прокачаем тогда вторую способность. И погнали. Так, снова ускоряемся. Вот тут нам нужно ускориться, потому что по домино мы проезжаем просто с вами быстренько. Так, снова проезжаем по этому домино. Отлично. Так, через эти препятствия проходим. Ускорение. И сейчас у нас снова будет финиш, ребятки. Еще и ключик. О, отлично, ключик на нашей стороне. О, смотрите, вот это вот рекордное количество денег. Мы с вами заработали 120 монет. Это неплохо. Я предлагаю тогда проехать еще один уровень. И мы тогда будем с вами открывать другую игру. Давайте мы сейчас прокачаем спид, чтобы было всего по два. И погнали. Так, поверху поехали. Отличненько, ребятки. Мы с вами прям сразу оторвались от наших противников. Так, тут нужно стать маленькими. Блин, ешкин кот. Так, неудачно я, конечно, стал маленьким. Сейчас снова, смотрите, неудачно немножечко. Но ничего, сейчас мы ускоримся. Так, турбоускорение. Так, через эти... А, блин, е-мое, фиолетовые колеса. Тут можно было по них просто прокатиться. Вот так вот только затормозил случайно. Так, давай, тут нужно маленьким стать. Отлично, проходим. И все равно мы немножечко врезаемся, ребятки, с вами. Так, тут у нас снова будет турбоускорение. Давай, 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 давай. Это уже финиш. Ну же. Так, погнали. Турбо, турбо, турбо. Ой, тут нормально, прям турбо, ребятки. У нас, смотрите, 120. И до финиша доехали практически. Ладно, открываем пока другую игру. Это у нас, ребятки, CleanUp 3D. Короче, играем мы за такой вот пылесосик, который, грубо говоря, убирается в комнате. Будем играть мы, ребятки, одну каточку. Потому что мой пылесосик, он довольно-таки прокачан. Вы посмотрите. Начинаем мы с маленькой комнаты. А потом, ребятки, мы просто можем за секунду съесть. Ну, конечно, когда мы вырастим в размерах. Так, сейчас мы станем еще чуть-чуть больше. Кроватки мы пока что кушать не можем. Отличненько. Поедаем пока что маленькие предметы. И еще одна прокачка. Вот если сейчас у нас будет еще одна прокачка. Все, вот теперь мы можем поедать к кровати. Смотрите, видите, ребятки, мы уже с вами видим, что творится у нас за комнаткой. А сейчас мы вообще можем уже съесть эту комнату. То есть мы съедаем с вами вот полностью. Что я вам говорил? Буквально за секунду можно будет съесть эту кнопку, хотел сказать, эту комнату. Ну, то есть прокачка у нас здесь очень быстрая. И я предлагаю тогда уже не комнату нашу есть, а поедать такие вот дома. Потому что за них нам дают, конечно же, больше экспириенса, больше денег. И мы тогда быстрее прокачиваемся в размерах. Так, смотрите, какой городочек, да, уже маленький становится. Такое ощущение, ребятки, что мы с вами какой-то поезд пожирателей. Представляете, чтобы там, например, какая-то компания, например, которая фэнтези выпускает. Например, Марвел, да, либо DC выпустили фильм, где вот такой вот, такой вот, как его, пылесос, да, захватил, например, Нью-Йорк, да, либо Лос-Анджелес. Короче, было бы, наверное, прикольно. Но пока, ребятки, этого фильма нету. Пока есть только вот такая вот игра. И жалко, что, знаете, процентным соотношением не пишет, сколько мы карты уже съели. Ну, мы уже съели, ребятки, очень много карт. И мы уже съели, наверное, процентов, я думаю, 80 карт, даже больше. Тут уже совсем немножечко осталось. Может быть, процентов 5. Смотрите, вот эти вот маленькие машинки. А у нас еще с вами больше, чем половина бака. Вы представляете? То есть, вот реально. Короче, вот поэтому, ребятки, я считаю, что нет смысла нам играть с вами вторую карточку. Потому что вторая карточка будет такая же самая изовская, как и эта карточка. Так, вот тут еще парочка машин было. Угу, отлично. И еще вот это вот какая-то вещичка. Так, вот тут вот мы еще все соберем. Ну, короче, считай, что, ребятки, мы с вами съели здесь все. Поэтому я думаю, что смело можно открывать следующую игру. А следующая игра, ребятки, это у нас А4 Пол. Это лава. И у нас только одно сердечко. Это значит, что если мы с вами упадем, например, в лаву. Тут просто будет периодически лава появляться. То мы тогда, ребятки, с вами сразу проиграем. Итак, вот лава начнется через несколько секунд. Там, кстати, было сердечко, ребятки. Но я его не подобрал почему-то. Не знаю почему. Такое ощущение, что я просто до него не допрыгнул. Ладно, давайте тогда попробуем еще разочек. Как говорится, попыточка номер два. Let's go. Побежали. Опа. Мне просто нужно немножечко научиться играть вот в эту вот игрушечку. Так, сначала мы подбираем монетку. Так, тут даже вот две монетки. Ничего себе. Но лучше бы, конечно, чтобы тут было сердечко, ребятки. Так, пока что все хорошо. По стиральной машине прыгаем. И сейчас уже лава должна это закончиться, я надеюсь. О, есть. У нас еще одно дополнительное сердечко, ребятки, появилось. Давай, давай. Есть два дополнительных сердечка. То есть мы уже два раза можем в лаву упасть. И нам ничего не будет. Игрушка еще немножечко ускоряется. Ребятки. О, йо, йо. Вот уже два сердечка, ребятки, мы с вами профукали. Представляете? Вот так легко и просто. Просто на изи два сердечка. Так, мне бы еще немножечко сердечек подкинуть. Так, вот там я вижу, ребятки, впереди сердечко. Давай, давай, давай. Да, йо-моё. Не допрыгнул. Короче, я до того сердечка. Все. Появилась лава и мы с вами проиграли. Так, твой результат 55. А лучший результат, ребятки, это 77. 77 метров. Ну, давайте тогда попробуем еще одну жизнь сыграть. То есть... А, то есть 77 препятствий я преодолел. Угу, понятно. Понятно. Сейчас вот, смотрите. Только вот 7, 8 там. Так, все, сейчас будет лава. Ммм, понятненько. Так, сейчас будет, ребятки, еще одна дополнительная жизнь. Блин. Вот, в принципе, мы сами ее подобрали и сразу растратили, да. Так, окейшки. Все, лава у нас закончилась. И 32 метра. Ммм. А нам нужно хотя бы 78, ребятки. Ой, что за машина? Вот, наверное, как я тогда рекорд свой поставил, ребят. Смотрите. Реально. Так, прыгаем. И уже у нас 60. Неплохо. Я думаю, что сейчас мы с вами наш рекорд, в принципе, поставим без проблем. Так, у нас есть еще дополнительное одно здоровье. Вот тут, наверное, будет... Ммм, конечно. 72, ребятки. Еще чуть-чуть не добежал до своего рекорда. Ладненько, ребятки. Давайте будем открывать другую игру. Следующая игра, это у нас Battle Cats, ребятки. И мы можем с вами... Ой, это что такое? Это что, мы использовали какого-то бога? Да, это дополнительные способности. Прикольно. Смотрите, давайте мы нажмем сюда. Required. И что теперь? Что сейчас будет, ребятки? Короче, способность этого бога стоит, ребятки, 2000 игровых монет. Смотрите, что сейчас будет. Мы, наверное, просто сломаем базу противника, да? А ну-ка. Не понял, если честно, что-что происходит. Короче, где эти котики? Без понятий. Так, ну давайте мы тогда вызовем хотя бы вот этих вот котиков. Все, смотрите. Тут, походу, точно мы, ребятки, с вами выиграем. И нам дается вот такое вот время. Типа вот столько времени, чтобы уничтожить базу противника. Нет, ну я думаю, что за это время, ребятки, мы вряд ли с вами сможем уничтожить базу противника. Потому что, во-первых, он на нас послал целую кучу котов. А во-вторых, просто не хватает времени, и все. Да, конечно, вот эти вот наши котики-гиганты. И они сейчас их, грубо говоря, покушают прям по бырику, да? Но все равно, ребятки, что-то не получается, если честно, нам их уничтожать. Прям очень-очень быстро. Да, я думаю, что мы даже до базы с вами не успеем дойти. И мы, к сожалению, проиграем. Угу. Смотрите, что делает этот бокс? Так, он снова? А, так, мы можем снова что-то выбрать, да? Давайте мы выберем тогда еще эту способность. Погодите, мы можем выбирать либо вот эту вот способность? Сейчас посмотрим, что будет. Ну-ка, что сейчас будет? Смотрите, какой бог котов смешной, да? Так, сейчас неужели он по базе ударит? А ну? Ну и что? И что это случилось? Я не понял, конечно, что произошло, ребятки. Но мы, походу, сами здесь проиграем. Да, к сожалению. Вот, блин. Все, время закончилось. А почему на время? Ну, давайте сделаем еще фаер, но фаер, конечно, у нас до конца, ребятки, мы не можем достать. Так, и, ну, блин, если бы не вот эти вот еще куча котов, которые нас отправляются. А, стоп! Ребят, смотрите, время закончилось. А, я думал, что я проиграю, а оказывается, что не тут-то было, ничего я не проиграю. Короче, если мы будем с вами почаще играть вот в эту вот игрушечку, ребятки, здесь можно, получается, очень много котов открывать. То есть потом появляется еще одна полоса, потом появляется еще один дополнительный котик. Короче, как минимум, здесь можно иметь 12 котов. То есть, ну, их потом можно выбирать. То есть, кого-то можно оставлять дома. Например, когда я прям мощно прокаченный, я вот этих вот первых котов даже не беру, ребятки, на бой. Я их оставляю всегда дома. Смотрите, сколько у нас много котов. Ну, из-за того, что постоянно идет целая армия, мы никак не можем разбить его базу. И, наконец-то, ребятки, наконец-то мы это сделали. Заработали 1600 монет. А чтобы вызвать того бога, нам нужно потратить 2000. Кстати, мы открыли, ребята, нового котика. Но я думаю, что мы его уже прочекаем. Так, активируем его. Мы уже прочекаем его в следующий раз. Мы можем еще его апгрейднуть. Смотрите, два раза. Это Акскет. Это кот с топором. Ребят, если вам нравится эта игра, можете написать об этом в комментариях. А сейчас я буду играть в другую игру. А сейчас мы поиграем с вами в Бравл Старс. Будем играть награда за поимку, за Спайка. Посмотрим, что это за карта будет. Такая, ребятки, интересненькая. О, прикол. Мне она уже нравится. Так, и у нас, в принципе, такие бойцы как бы неплохие. Ладно, давайте мы все пойдем вот сюда вот. И сейчас. Тум. Так, уоу, и мясо. Просто мясо сразу. Минус булл. Так, отлично. Давайте дальше. Минус Эль Прима. Ну, уже ультуем. Ультуем. Так, мы его сейчас добьем, ребятки, Эль Прима. Кстати, вот я свою ульту просто немножко не туда забросил. А так все чики-пики. Сколько там у нас уже кристалликов? У нас маловато, если честно, кристалликов. Так, 8 бита мы сейчас уничтожаем. Так, и я, кстати, не успел ультануть, ребятки. А если мы отсюда вот можем ультануть, например? Вот где-то вот туда вот бросить ульту нашу. Опа, и погнали. Так, просто попрыгали сюда. Ой, у него заряженная банка, ребятки, смотрите. Так, он меня уничтожил, и у меня снова зарядилась ульта. Пока что счет у нас такой не сильно прям мощный. Так, давайте теперь сюда вот. И просто бросаем ульту нашу вот сюда вот. И хопа, да, отличненько. А еще разок можно ульту бросить. Сейчас мы там будем их добивать. Так, ребятки, давай-давай-давай-давай. Прыгаем, прыгаем, бросаем вот сюда вот ульту. Хопа, так, отлично. Я прям на Эль Примо попал. К сожалению, ребят, нас тут вот реально разносят. Прям очень жестко разносят. Так, давайте я пойду вот в этот вот портал. Что он у себя представляет? Куда меня сейчас телепортирует? Я без понятий. Так, ааа, как-то к нашим противникам сразу телепорт, да? Угу, понял, 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 понял. Смотрите, ну они прям заняли позицию, ребятки. Они прям заняли эту позицию. То есть нам как-то отбиться прям практически невозможно. Так, теперь давайте мы сделаем вот так вот. Опа, бросаем сюда вот ульту. Отличненько. Так, и можно их немножко покромсать. Да что ж ты будешь делать? Почему они такие жесткие? Вы, короче, все вот сюда вот прыгайте. Нам нужно прям всем вместе сюда вот идти. Так, добиваем 8 бита. Так, все, отлично. Мы его грохнули. Посмотрите, сколько у него банок. Так, вот единственное, что у меня здесь, ребят, очень мало здоровья. Меня выносят очень быстро. Ну все, мы тут проиграли. Этот пул убегает, конечно же. Потому что он понимает, что у него целая куча банок. И если мы сейчас его уничтожим, то тогда, ребятки, у нас может даже шансы какие-то появиться на победу. Но шансов у нас таких нету. Потому что мы этого пула не добили. У него прям очень много звездочек было. Ну а давайте мы сейчас с вами выберем энгера. Будем играть парное столкновение с какими-то союзничками. О, это прикольная какая-то карта. Да, новая карта. И давай, давай, давай на центр. На центр побежали. Отлично, отлично, чувак. Ёшкин кот. Так. Ну же, ну же, ну же. Давай подойдем сюда вот. И вот этого мы сейчас пацанчика быстренько размочим. Так, все. Баночка моя. Так, отлично. Теперь прыгаем сюда вот. Опа, 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 опа. Вот еще баночку забрали. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Пока что отступаем. Потому что у меня реально очень мало здоровья. Так, вот тут я вижу, что есть еще одна баночка. Блин, нашего союзника, конечно, вырубили. Но ничего. Так, подобрали мы с тобой еще одну банку. Так, отлично. Тут их двое, блин, вообще, да? Так, ну ладно. Ты хочешь меня зажать? Ну давай попробуем. Конечно, если ты это сможешь сделать. Опа, все. Мы его размочили, ребятки. Забираем еще одну баночку. Союзник появляется. Красавчик просто. Так, хорошо. У него одна банка. У нас с вами шесть. Неплохо, ребятки. Мы с вами молодцы. Так, подожди. Пока вот здесь вот. Ну не нападай. Тебя же сейчас размочат, чувачок. А все? Он добил? А как это он добил? Я не понял, как это произошло, ребят. Но мы с вами вот так вот быстренько выиграли. Так, давайте мы тогда с вами поменяем бойца. Возьмем Нани и сыграем. Знаете что, ребятки? Вот в этот вот режим, но только одиночное столкновение. Не парное. Сейчас будем играть один на один. Так. Ой, ешкин кот. Блин, кто на центр пойдет? Ну, я на центр не хочу, ребята, если честно, идти. Так, я хочу залутать несколько сундуков просто вот так вот. Так, раз в сундучок. И сейчас будет у нас еще второй сундук. Так, все. Отлично. Эдгара можно на этого код снуть постараться. Так, ну же давай, Эдгар. Эдгарочек, подойди-ка ты сюда ко мне, мой хорошенький. Так, ребят. Зря, конечно, мы, наверное, сюда вот зашли. Очень, очень опасно здесь играть. Я просто думаю. Так, вот этого 8 бита мы сейчас можем добить. Так, ну же, ну же, ну же, ну же. Давай, давай, давай. Еще разочек, пожалуйста. Еще один раз. Ну же, попади нормально. Так, все, отлично. Ох ты ж, Джеки. Просто выбежала. Это вот кто залутал все центральные банки. То есть здесь нужно было выбирать такого бойца, который круг бьет. Ну, ничего, ребят. Мы с вами, в принципе, взяли четвертое место. Я считаю, что это неплохо. Давайте будем открывать другую игру. А сейчас мы с вами поиграем в Роблокс, ребятки. Это у нас Оби Among Us Simulator какой-то. Ну, может быть, The Simulator. Кстати, ставь лайк, если ты хочешь, чтобы почаще я играл в Роблокс. И мы с тобой дошли, в принципе, до первого сохранения. Здесь, кстати, можно пройти эту игрушечку, если пройти 100 стейджов. То есть вот мы с тобой уже прошли 4 стейджа. Так, ой. И, короче, на четвертом мы проиграли. Вот единственное, что мне не нравится, ребят, вот в этой вот игре, то, что здесь загрузочка такая вот, в принципе, довольно-таки долгая, в принципе, происходит. Так, и еще. Все, есть. Я справился, а пацанчик тот не справился. Он проиграл. Скорее всего, что он может играть, ребятки, с телефона. Ну, вообще, я не знаю, как вообще ребята могут играть на телефоне в Роблокс. Это же очень сложно. Это безумно сложно. Вот на компьютере играть вообще просто красота, ребятки. Само удовольствие. А на телефоне это, во-первых, ну, телефон должен быть довольно-таки мощный. Потому что Роблокс, он ресурсно-затратная игра. Это во-первых. Во-вторых, немножечко неудобно, потому что, ну, постоянно там нужно камеру подкручивать как-то. Ну, короче, ребят. Тот, кто играет на телефоне, меня может понять, что реально неудобно. А вы, кстати, можете написать в комментариях, как вы играете в Роблокс. На телефоне, либо же на компьютере. Либо же вот так вот. Например, дома вы играете, на компьютере. А когда вы в школе, вы можете играть на телефоне, да? Может быть и такое, в принципе. Почему бы нет? Так, мы прыгаем по этой горке. Теперь по этой горке. Тя-дям! Мы снова дошли с вами до автосохранения. Так, у нас уже, ребятки, 12 стейджов То есть мы прошли 12 стейджов, и давайте вот так вот Ребят, если я еще разочек проиграю То все, будем открывать следующую игру Короче, мы играем только с вами Одну жизнь, поэтому мы будем Ее беречь, ребят, что-то очень Долгий, блин, мост такой Прямо очень долгий, смотрите, пока Вы бежите по этому мосту Моста, можно так сказать Можно реально очень много раз проиграть Так, сейчас у нас снова мини-паркурчик Стоп, 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 стоп Прыгаем, оу, фу, блин Я уже думал, что я, ребятки, проиграю, но не тут-то было Мы уже с вами прошли 14 стейджов Неплохо, даже очень хорошо Так, тут у нас снова автосохранение Блин, ребят, чуть-чуть не допрыгнул Ну, ладно, раз уж я сказал, что У нас последняя жизнь, значит, последняя жизнь Открываем тогда другую Игру. А сейчас мы поиграем с вами В Scary Teacher 3D Кстати, здесь, ребятки, произошли обновления Была добавлена седьмая миссия, седьмой чаптер Давайте постараемся Тогда пройти первую миссию Итак, это рекомендованные предметы Которые нам нужны Но ничего, мы потом, если что, с вами, ребятки, их купим Если мы не сможем их так просто достать Давайте посмотрим тогда видео Она нашла себе нового жениха Ребят, что они делают? Они что, решили этого Дракулу, короче, захватить? Реально Смотрите Прикол А если мы станем вот сюда вот? Смотрите А, а я думал, что мы сразу спалимся Короче, смотрите, какая обновочка произошла прикольная, да? Смотрите Трансильвания какая-то появилась Ночь А кто там качается в кресле? Ребят, еще и музыка такая мрачная Так, ладно, давайте смотреть наше первое здание Так, давайте мы тогда, ребятки, с вами купим эти подсказочки Так, все, отлично Короче, ребят, все очень запутано Нам нужно найти амулет, который находится в вампире Который находится в гробу, а гроб находится вообще на open floor Короче, нам нужно найти вампира Нужно найти его спальню Смотрите, как прикольно Какое обновление здесь, да, прикольное? Так, это, получается, дом вампира Тут вот летучие мыши И училка, короче, захватила этого вампира Ой, смотрите, призраки, прикольно Они могут меня даже столкнуть Класс, мне нравится Так, open floor Он находится на open floor А, скелет качается, блин, класс Вообще круто, ребят Мне нравится это обновление Так, окей Теперь давайте мы откроем дверку От гробы какие-то, ребятки Так, а где же живет наш вампир, а? Где же спит, вернее, наш вампир? Наверное, что вот здесь вот Так, нет Тут? Нет, ребят, не здесь Может, нам что-то нужно купить? Может быть, вот эту вот штуку нам нужно купить? Так, ладно, давайте мы ее купим Так, все, отлично Этих монет нам должно хватить Так, use Плюс Можем ее применить Чтобы открыть гробницу Так, погодите Так, мы можем призраков как-то поймать Короче, ребят, это не те гробы Которые нам с вами нужны Какое-то мясо Это, наверное, людское, человеческое мясо Кресты, смотрите Это просто капец какой-то, реально Так, это выход Училка лазит где-то наверху Так, то есть Хорошо, ребята Так, только вот единственное Где гроб того? Дракулу Ну, как бы Дракулы Там было написано Что он находится Типа upper То есть наверху Ну, вот спальня какая-то Но это явно Не спальня Дракулы, ребятки Так, если вы уже играли В эту вот игру Можете мне написать В комментариях, ребят Где может быть Гроб этого вампира Так, это что за место? Это тоже какая-то ванная, ребятки Так, вот Еще сюда можно зайти Это torture room Угу Так Bite me Bite me Может быть здесь? Нет, ребят Странно И мы уже И мы уже здесь были Мы просто Пробежались По всем По всем комнатам Которые здесь, ребята, были Так Где же может быть Гроб этого вампира? А? Upper В смысле? Может быть он находится На первом этаже, ребят? Давайте посмотрим Так, погодите Давайте мы тогда спустимся С вами на низ Короче, нам с вами Просто нужно Амулет этого вампира достать Так, а училка Это может скоро вернуться Так, ребятки Где же он может Находиться А? Так, это кухня Я думаю, что на кухне Он вряд ли находится Давайте мы зайдем Тогда вот сюда Вот Вот в эту вот комнатку Теперь вот в эту вот комнатку Ооо Это капец Какой-то Что за кошмар? Смотрите Он постоянно смотрит Он постоянно смотрит На нас? Реально Ооо, капец Блин Стремноватенько Стремноватенько Короче, ребятки Не могу найти этого вампира Я думаю, что на этом Пока я буду видео заканчивать Если вы знаете, где он находится То, пожалуйста, напишите Мне об этом в комментариях Ну, а на этом все, ребят С вами был я, Алексис Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok